Если у вас стоит задача очень быстро и удобно создать массово категории для Joomla и статьи, то компонент OS Content для вас. То есть сейчас вы видите его перед собой. До 10 статей и до 10 категорий мы можем сразу забить это на одной странице, ввести intro и full text и нажать сохранить. И тут же десяток статей и категорий будут созданы. Меня зовут Федор Васильев и давайте рассмотрим данный универсальный компонент. Этот урок в продолжении моего проекта Joomla Sensei. Итак, давайте убедимся, перейдем в админку нашего сайта Joomla. Сейчас вы видите, я нахожусь в менеджер материалов. Материалов вы видите нет. Перейдем в категории. Категории, как обычно, одна по умолчанию, нет категорий. И давайте установим данный компонент. Данный компонент бесплатный. Мы можем установить его из репозитория Joomla. Переходим в расширение, менеджер расширений, установить. В поле поиска давайте найдем данный компонент. OS Content. И нажмем поиск. Данный компонент универсальный в своем исполнении. То есть аналогов у него я не знаю. Кликаем по нему. Нажимаем Install. Установить. Компонент успешно установлен. Он будет у вас находиться в компонентах. Кликаем компоненты. И вот он, OS Content. Переходим. И давайте сначала разберем настройки. То есть вот здесь у нас три вкладки. Создание. Первая вкладка. Создание статей. Максимум можно создать 10. Ну то есть вы можете создать 10, нажать сохранить и потом еще 10, еще 10 и так сколько угодно. Все равно это упрощает. В том случае, если нужно как-то быстро массово создать какие-то там статьи. Дальше. Следующая вкладка. Это массовое создание категорий. И есть еще вкладка Delete. Удалить категории. Соответственно вот здесь вот мы можем выбрать, что мы удаляем. Так как у нас только одна категория по умолчанию нет категорий. То есть вот она здесь в списке, поэтому у нас больше ничего нет. Вот если мы поставим вот здесь галочку удалить категории статьи и ссылки пункта меню тоже. То есть если нужно задействовать это при удалении. Следующая галочка удалить статьи, полную статью, анонс, а не статьи родителей. То есть если мы поставим вот здесь галочку. Давайте сначала пробежимся с вами вот именно справа вот здесь вот по опциям. А потом попробуем быстренько создать категории статьи. Первый вот этот чекбокс. Ну сразу на примере покажу. То есть смотрите, вот здесь вот title. Это у нас заголовок статьи. Например, пишу демо. Если нужен заголовок автоматически продублировать во всех десяток статей, то мы здесь ставим просто галочку. И вы видите, везде title продублировался. Причем подставляется демо 5, демо 6, десятка. Так, эту галочку я снимаю. Стоит галочка у нас здесь автоматически. То есть при создании статьи, быть ли им опубликованными. То есть если надо, чтобы они были не опубликованы, галочку снимаем. Положить ли статьи в рекомендованные. Вот этот вот пункт отвечает у нас. Дальше уровень доступа, publish и так далее. Зарегистрированный. То есть кто будет видеть данные статьи. Автор. Если авторов несколько, так как superuser, я только поэтому больше авторов нет. Для автора alias можем здесь прописать. Также можно назначить категорию. Так что у нас категория пока только одна. Также можно привязать и пункты меню. То есть my menu. Если мы кликаем по my menu, то если к my menu у вас уже созданы какие-то пункты меню, то здесь мы можем еще определить, в какой пункт меню сразу направить данные статьи. И здесь даты публикации, даты окончания публикации. Переходим в категории. Рассмотрим здесь настройки. Parent. Это у нас родитель. Также дальше уровень доступа, кто будет видеть. Также publish. Да, нет стоит. Да. И также link to menu. То есть направить на меню категорию. И ниже выбрать тип меню. Лист или блок. Давайте начнем с категории, так как начинается все с категорий. Назову, например, категорию demo. Здесь, к сожалению, нельзя массово проставить заголовки. Также напротив альяс. Если нужно повлиять нам на сам альяс, то есть принудительно изменить его, мы можем это сделать в этом поле. Поэтому здесь demo 2, demo 3, 4. Не буду создавать все 10, достаточно на 5 вам покажу. И demo 5. Значит, здесь я ничего не трогаю. Publish оставляю. Опубликовано. И пускай, вот есть у меня меню тест. Посмотрим, как это выведется. То есть пункт меню тест. Нажимаем сохранить. Нам система говорит, выберите, пожалуйста, меню вот здесь. То есть лист или блок. Я выбираю блок. Нажимаем сохранить. И мы можем сразу с вами посмотреть. Вы помните, я вам показывал категории, категории не было. Переходим. Материалы, менеджер категорий. И вы видите, как быстро создались все категории. Продолжаем с вами смотреть этот компонент замечательный. Переходим к компоненты. OS Content. Давайте теперь создадим статьи. Demo статья. Поставлю галочку, чтобы везде проставились у нас заголовки. Пускай будут опубликованы. Категории. Вот вы видите, в списке появились все вот эти демо категории. Я выберу одну категорию. То есть все 10 статей направить в категорию демо. Выберем меню. Пускай будет меню демо. То есть у нас создается с вами еще с вами меню. Как я понял, вот они, демо 2, демо 3. Давайте пока на этом уровне сохранимся. Про интро текст сейчас тоже поговорим. Посмотрим. Посмотрим меню. То есть у нас еще, видите, создаются еще и пункты меню. То есть не только категории. Вот они у нас. И они создались именно у теста. То есть тест является родителем. Если мы с вами посмотрим на сайт, то вот тест и вот автоматические подменюшки здесь добавились. И на вкладке демо вы видите в виде блога, вот они все демо. 2, 3, 4, 5. Все они статьи. Пока они идут без какого-либо текста. И давайте посмотрим про интро текст. То есть, например, я создам еще одну статью. Интер текст это вступительный текст. Вот это поле. Я, например, прописываю здесь какой-то свой текст. К сожалению, здесь не хватает редактора, конечно же. Поэтому если нам надо прописать какие-то HTML теги, придется либо вручную писать, либо в менеджере материалов зайти и создать необходимые теги и вставить их здесь. Сейчас мы просто проверим, как это работает. Я создам одну статью, направлю ее в категорию, например, также демо, указать ссылки меню и также пускай в демо идет. Соответственно, если нам здесь нужно использовать там h1, то мы прямо здесь это можем сделать. Заголовок h1, да? Поставить просто h1, например, вот эту фразу, и закрывающую тег пропишем вот так. Потом, например, фотографию, да? Нужно вставить статью. Мы можем это сделать так. Перейти в материалы. В новой вкладке я открою создать статью. Здесь у нас редактор есть. Мы с вами добавляем изображение какое-то. Вставить. Здесь мы нажимаем с вами редактор. И копируем данную конструкцию. И где-то, например, после текста, или вот давайте full text, то есть это после нажатия на кнопку подробнее, должна появляться картинка. То есть вот таким вот образом. Нажимаем сохранить. То есть также вы можете абсолютно массово это все добавлять. Давайте перейдем с вами, проверим материалы. Вот она статья. Перейдем внутрь. Вот вы видите красный разделитель автоматически, то есть подставляется кнопка подробнее, делит статью. H1 заголовок. Но здесь, конечно, скорее всего, H1 ставить не надо, потому что сам заголовок является статья. То есть тут, по идее, если шаблон хороший, H1 уже должен быть проставлен как нужно. Здесь просто вам пример. Здесь, скорее всего, H2. Надо было бы писать заголовок. Вот этот текст, вот картинка. И теперь самое главное, как это выглядит на самом сайте. Обновим страницу. Перейдем в статью. То есть вот картинка. Вы это видите. Текста у нас нет, потому что текст мы вставили только в интро. То есть именно в анонс статьи. Но вы видите, у нас вот все работает. На этом данный урок я заканчиваю. Надеюсь, для вас он был интересным и полезным. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.